МММ Геймс Из того, что мы закупали свои вещи, как мы видим, я купил бот и 3 банки. Обычный закуп для топа. Есть, правда, более сейфовый вариант, так это бронька на плюс 10 брони и 5 банок. Как вы видите, сейчас мы защищаем джанглеры. Талон пытался, но только произошел обмен с КС-1 по хитпоинтам. Вот мы возвращаемся на свой топ и начинаем фармить крипов. Могу заметить то, что я возвращался одним из рискованных путем, то есть через кусты. Враги могли в кустах устроить засаду, но как я знал, что у них один вылетел, то есть дисконнект был, так что я пошел через эти кусты. Более сейфовый вариант, это идти вот через эти кусты. Так, смотрим за игрой. Кэсим, удачно кэшу. Тут Жанна делает некое подобие атаки. Ну, я спокойно хожу к своей лыжке. Продолжаем добивать крипов, восхитить, что является главным в ерлинге, то есть в начальном периоде игры. Так как я играю в сейфовую игру Насосом, Насос, кстати, стоит отметить, супер отличный герой, то есть в будущем очень хороший танк и к тому же сможет наносить достаточно... У нас достаточно урона даже по всем. Впрочем, у меня стоит Картус. Совсем необычный выбор. Честно говоря, это можно сказать фейл пик, то есть враг допустил ошибку. Взяв Картусом против Насосом. Еще к тому же, как мы видим, Картус слишком сильно пушит. Это очень-очень плохо. Посмотрим, к чему это приведет к Картусу, который использует спеллы на своих крипов. Промотаем до интересного момента. Посмотрим, что с ним случится. Вот. Мы видим, что наш джанглер уже заходит и обходит. Значит, я должен инициировать. Я кидаю замедление. При этом я инициировал. Картус начинает ступать, но уже поздно. Он слишком сильно пропушил. И Бактюрн кидает страх. Удачный страх. И это убийство. Вот что значит будет, когда вы сильно пушите. У вас просто придет мой дружеский джанглер и убьет. Или наоборот. Если вы сильно пушите, придет пражеский. И с героем топа заберет вас. Так что никогда не пушьте. Посмотрим, что у нас дальше. Первое убийство всегда на любой линии значит уже очень сильное доминирование. Может быть, если только это было случайное убийство, то, может быть, враг еще вернет себе свои позиции. Но так я полностью сейчас доминирую над Картусом. Имея больше КС, удачных ласкнитов. И это позволяет мне иметь лучшие вещи. То есть доминировать. Вести себя, переходить из сейфа в офенс. То есть более в агрессивный стиль игры. Как мы видели, КС-1 пытался сделать ганг. Как мы видим, Картус не научил его в жизни. Первого раза ему не хватило. Я опять же инициироваю. Мактерн продолжает. И это опять же убийство. Стоит отметить, что он актер, но очень хороший джангл. Поград своему эфиру. И очень мобильный ганг с помощью будущей ульты. Насос, это вообще лейтовый герой. Так как у него очень полезный первый спелл, который накапливается за убийство крипов. То есть в лейту мы будем очень сильны. К тому же, если мы еще и выиграли гейм в начинающей стадии, мы еще хорошо нафармимся. Нас расфидят. То есть дадут нам много убийств. Мы будем вообще непобедимы. Благодаря телепорту можно делать вот такие вылазки. То есть на базу и сразу на свою линию. Это позволяет вам не терять опыт и деньги. Посмотрим, что будет дальше. При полном доминировании вы можете попробовать уже даже и дайвить. То есть дайв это когда вы идете под вышку. Это правда очень опасно. Если вы не опытный игрок, вы можете просто запусту умереть. Если пойдете под вышку. Только при полном доминировании стоит идти под вышку. Как мы видим, ко мне на топ еще пришли гангой КС-1. Но Картос поставил вард. И отошел к своей улочке. Что избежало... Избежало... Что позволило ему избежать ганга. Маларя вовремя. Ну не совсем вовремя. Но после двух убийств он все-таки поставил вард. Как мы видим, я уже полностью доминирую. Я могу дайвить. К тому же, у меня на помощь пришел Ноктюрн. Это позволило сохранить мне жизнь и ему. К тому же, ему сделать убийство. Как мы видим, с меда ушел талон. Талон сделал попытку меня убить. Но при большом фарме это не так уж и легко сделать. Просто кидаем замедление и отходим к вышке. Наша главная цель состоит в том, чтобы уничтожить вражескую вышку. Не забываем следить за ботом или мидом. Своевременный ТП на вард сможет спасти или даже вам сделать дабл келл на боте. Так же продолжаем кейси. Ждем мидгейма и тимфайтов. Полный фарм. Не забывайте об этом. Успешный кейс. Своевременный залог победы. После набора достаточных денег можно сделать телепорт на базу и сделать необходимый закуп для вашего героя. Это... Если долго не делать закуп, то враг может по помощи своих вещей уже начинать вас побеждать. Тогда необходимо сделать телепорт на базу и сделать в шоу. После чего прийнуться на свою линию. И продолжать выполнять вашу миссию по уничтожению в расколочке. Как мы видим, состоялся на тимфайт. 3 на 4. Своевременный приход Насусом решил весить фунт битвы. Нарея чему мы забрали... Точнее я забрал двух героев. Что тем более подтвердило наше преимущество в киллах. Преимущество в киллах очень важно. Если мы будем до них хотя бы в два или в три раза, то это дает нам очень большое преимущество. Скорее всего, враги в течение некоторого времени просто-напросто сдадутся. Упишут соренды. Еще удачный забор тимфайта и выигранный тимфайт нам. Плюс дракон, который всегда забирается после успешного тимфайта. Третт нам огромное преимущество в экономике денег. Мы получили очень сильно. А плюс один дракон дает если округли плюс тысяча. в течение раз-говорки в течение раз-говорки то есть Продолжение следует...